Приветствую, приветствую всех! Очень, очень, очень рады! А сегодняшняя лекция будет посвящена королеве, королеве витамин, витамину С. А если у нас есть король, то у нас есть королева, то у нас есть и король. Так что представляю вам почетного доктора Петра Кардашина, диалога, педагога, человек, который знает все о природе, и никто другой не смог бы лучше рассказать об этой семье, чем, дорогой доктор. Приглашаю. Спасибо, что вы меня так высоко поставили в свое представление. Вы хотите сказать, что я король, тогда обращаться ко мне. Например, царь, просто царь. Это шутка, конечно. Никакой ни король, ни царь. Но я очень счастлива, что мое влечение, моя любовь к природе превратила свою работу. И каждому этого желаю. Потому что сейчас я сталкиваюсь с такой материей, которой может пригодиться каждому человеку. У каждого из нас есть определенная роль. Если, например, человек хорошо кладет плитку, то мы хотим пригласить его именно его, чтобы он нам сделал ремонт, или, например, человек хорошо уборку проводит, мы хотим работать именно с ним. Поэтому я очень рад и счастлива, что могу следить за тем, что происходит в мировой науке, что медицина обнаруживает нового, и во все другие дисциплины, которые направлены на то, чтобы человеческая жизнь была бы более приятная. Мы можем себя поздравить с тем, что живем в такое время, когда с одной стороны, можно сказать, шутку, конечно, что глупцы правят миром, но одновременно прогресс в медицине такой, что, как я думаю, что в последние 200 лет ничего такого подобного не было. Когда мы следим информацию об открытиях в каких-то исследовательских центрах в течение двух лет, если мы не следим на этом постоянно, то получается, что мы уже пропустили что-то важное и отстаем от текущей научной мысли. Я изучал биологию, это было мое первое образование в Японском университете, у меня были прекрасные профессора, но если бы я сегодня хотел бы вам рассказать то, что мне тогда преподавали, я бы, наверное, вызвал просто смех. Сколько всего, когда что, столько всего нового открыли, и мы это все узнаем вместе с аукой и можем это включить в определенную формулу, которая улучшит наше функционирование. И не случайно витамин С называем королем витаминов, потому что у этого витамина есть свои секреты. Шанга была повсеместной болезнью у моряков. Неизвестно было, что происходило. В 1928 году венгерский, венгерского происхождения ученый Айберсен Гюрди обнаружил в надпочеречнике зверей, а также в капусте и других растениях, открыл вещество, которое, как оказалось, помогает остановить кровотечение из бетен. То есть в Сен-Гу. Тайна состоит в том, что аскорбиновая кислота помогает от Сен-Ги действительно, но на самом деле это просто алкоголь, ненасыщенный алкоголь. То есть витамин С это, по сути, алкогольное соединение. Проблема состоит в том, что мы, конечно, один из организмов в природе, их не так мало и не так много, который сам и производит витамин С, должен его постоянно извне получать. Возьму, например, вилья. Вилья есть еще. Она приятная, как и мы. Она постоянно пытается восполнить недостаток витамин С. Мы ведем себя так же, как это, в общем-то, милое и умное животное. Мы пытаемся восполнять запас витамин С, потому что многие проценты, около несколько сотен процентов в организме нашем, не будет происходить или будет происходить неправильно, если не будет этого витамина. Если витамин С дается в чистой форме в виде таблетки, то возможность использования его организма, не скажу, что наливая, но выставляет себе несколько процентов. С природа дает нам возможность усваивать витамины на определенном биологическом фоне. Еще одно нужно помнить. Витамин С сразу не получил такое название. В 1912 году польский ученый Казимиш Сунг обнаружил субстанцию в рисе, в верхнем оболочке риса Вальдена, которая противодействовала болезням в той зоне, где рис в собственном росте. И поскольку это влияло на здоровье людей, появляются болезни, например, в бели-бели, и экстракты из риса позволяли выздороветь, или, например, другие люди просто не заболевали. Он назвал эту субстанцию от слова ВИТа жизнь, а поскольку это был АИН, то это был ВИТ-АМИН. Поэтому ни большого значения не придавайте самим названиям, речь идет о том, что это действительно витамины, это фактор жизни. А сейчас это действительно, можно сказать, король витамин. Почему? Сейчас буду вам объяснять на примере одного самого большого, наверное, нашего органа. Потому что потом мы прокомментируем и остальные органы и ситуации, где важен ВИТ-АМИН С. Но один из самых главных органов – это, конечно, печень. Печень – это наша лаборатория. Как представляется, около 500 энзимов разных производит именно печень. Билирубин и все токсины, которые в организме образуются в процессе метаболизма, сначала печень пытаются нейтрализовать. И это влияет на возможности удаления потом вместе с мочей из организма. Конечно, это происходит так, что если мы что-то едим, и в этой еде что-то негативное, вредное на нашем организме появляется, то сначала после переваривания, после того, как бактерии ферментируют эту еду, примерно через два года, когда печень, когда печень это очистит, то выводят из организма. Так что печень зависает из-за гормона, из-за энзима, из-за уровня эстерина, сахара и белка в нашем организме. То есть большинство процессов организма происходит с участием печени, она производит глутатион и инозитол. Это ключевой нейропередатчик-медиатор, который использует для нашей нервной системы. И поскольку мы говорим о том, что такое широкое действие даже одного органа, который весит примерно полтора килограмм, в нашем теле, это печень, то, конечно, сейчас мы посмотрим, как витамин взаимодействует и нужным другим органам. Первый пункт – это глутатион. Глутатион – это вещество, которое состоит из глицина, эпистина и из кислот. И это такой фактор, который непосредственно влияет на то, как наш организм очищается от негативных вредных веществ с помощью печени, контролирует уровень троглицеридов, которые влияют на качество наших кровеносных сосудов. И от этого зависит безопасность нашего сердца и то, как мы противодействуем инфарктам и подобным заболеваниям. Глутатион влияет также непосредственно на наш иммунитет. 80% нашего иммунитета скрывается в кишечнике. Тонкий кишечник – это примерно 6 метров в длину. Это важная информация, это новая информация, которая появилась в науке. Теоретически кишечник имеет длину 6 метров, но бываешь, что человек ростом полтора метра или два метра. Поэтому и длина кишечника может отличаться. И ненавидность от роста человека у более низкого, может быть, более длинной кишечника. Мы об этом узнали в 2008 году. Это все новое современное знание, мы все еще их дорабатываем. И там находятся около 1000 бактерий и разных штатов бактерий. Это ключ нашего здоровья, нашего иммунитета. Если глутацион находится на высоком уровне, то 80% этой способности в иммунитете – это больше, чем 50%. А хватило бы, чтобы наша иммунная система работала бы на 60%, тогда бы вообще мы никогда не болели. Никакие, так называемые, я хотела сказать, червяки, ну, в общем, паразиты не ввели бы нашему организму. Но глутацион не производится постоянно, и по какой-то причине его производство может снижаться. Но есть определенные субстанции, которые для нас очень важны. Это эффект работы именно отсутствия глутациона. В плееровых бляшках, где производится приобретенный иммунитет, то есть белки иммунной системы, которые реагируют на угрозы и борются с ними в организме. Конечно, это не обязательно борьба с бактериями. Бактерии бывают и полезные, и негативные. Но вместе с пищей к нам могут попасть и так называемые вредные патогенные бактерии. И наша ротовая полость, наш рот – это начало пищеварительного тракта, который может относиться как бы к внешнему отверстию. Начинается с отверстия и заканчивается отверстием пищеварительный тракт. Поддержание бактерий в ротовой полости такая же, как в прямой пищеварительной апталии. Я сейчас это повторяю. Конечно, вкус может отличаться, но суть в том, что по весу, в одоляемом калии, 30-40 процессов по весу – это бактерии. И есть также такие вредители, которые бактериям мешают. Тогда вы спросите, зачем вообще организму такие патогенные организмы? Организм, как линия фронта, должен быть с профессором, спортсменом, который готовится к стартам. Конечно, что если такой спортсмен потеряет свою способность и физическую силу, то он сможет выступить на соревнованиях. Есть также энтероциты – это такие точки, которые определяют то, что пища, которая сначала обрабатывается бактериями, ферментируется и вырабатывает энергию. 15-20% бактерий занимаются только тем, что ферментирует нашу пищу. Энзимы перерабатывают эти пищи. Далее на простые составляющие, например, если мы съели мясо, то вырабатывают это в аминописло, хотя бы после аминописло, в секвенции. Секвенция аминописло очень важна, чем она меньше, чем ее легче строить нашу собственную секвенцию аминописло. Энтероциты отличаются за то, что когда происходит что-то негативное, влаговая глупатиона, если она неэффективно работает, начинает стимулировать. Это само не происходит. Но эти определенные хоризмы, которые, если бы я хотел вам описывать, мы говорили несколько часов, но они стимулируют температуру. Если температура растет на 1 градус, то на 10% больше производится иммунного белка. И организм начинает бороться, производит эти белки иммунной системы. Поэтому если в цепени 24 часов температура повышается не более чем на 2 градуса, у детей не допускается повышение более чем на 2 градуса, чтобы не повредить короголовного мозга, то сливать такую температуру не надо, потому что в этот момент наш организм учится бороться с патогенами и вирусами, и вирусами и вирусами, поэтому он так важен. О стабилизации отборности. Что же есть отборность? Если мы говорим о стабилизации иммунитета, что такое все иммунитет? В первых сбляшках появляются структуры небольшие, если вы себе представите, что кишечник, ну скажем, 6 метров длиной, диаметром примерно 2-3 см, то общая поверхность будет такая, что можно было бы покрыть футбольное поле, а у некоторых может быть половина 2-3 полосы. Но суммарительно количество этих бактерий, которые будут перерабатывать пищу, может быть ниже из-за восьма того, что общая площадь сохраняется, чтобы открывать новые вещи, о чем ученые даже раньше не говорили, тогда можно было бы продлить жизнь с помощью маловых леток, например, над этим идут исследования, сильно продолжить на жизни. Я степически к этому отношусь, потому что считаю генетически геном человека, то есть окончание же хроностом, говорят о том, что человек спокойно, стандартный селезонический человек может прожить 150 лет. Но, скорее всего, мы этот барьер не привыкли, но есть определенные факторы, которые разрабатываются, которые могут стимулировать в наших митохондрях энергию, чтобы быстрее реализовать и было бы продлить свою жизнь. То есть то, что раньше я говорил о кишечнике, говорит о стабилизации иммунитета. Должен быть глутатион, должны быть бактерии, которые позитивно влияют на наш организм. Мы уже сейчас говорят, что есть пробиотики, есть симбиотика. Пробиотики – это полезные бактерии, которые мы поставляем в наш организм. Можем также пробиотик кишечнике пищей составляют эти бактерии, вместе с растворивой кишечной чаткой. Такие бактерии питаются, такие чатки мало едины, просто по овощей. Витамин С, во-первых, там содержится. Но энзимов для производства витамина С у нас нет. Но, например, у ханя, которые употребляют тоже витамин С, они должны есть зеленую траву, а в тени уже не будет витамина С. И если конь, конечно, ест такой, ему нужно, соответственно, количество этой еды получать. Я когда-то работал с людьми, которые занимались конями, которые участвовали в гонках, в тачке. Полтора миллиона евро был стоить такой сапун, и о нем заботились как о зенице ока, просто как очень ценном элементе этой системы. Но случалось, что во время скачи у коней повреждались какие-то там связки или даже все суставы и сделали им импланты. Такой конь не отправлялся на уничтожение, но мог становаться так называемым репродуктором. То есть, если это была воплость, она могла быть мамой следующих жеребцов, либо это был жеребец-производитель. Так что для коней это тоже важно. Переходим к следующему слайду о метаболизме. Все реакции на уровне светов уже изучены и даже, скажем так, подсчитаны. Это миллионы, или если это миллионов, все процессы метаболизма перевода вещества в энергию отвечают за существование и функционирование нашего организма. А кто за эти функции и процессы отвечает? Витамин С. Витамин С поступает к нам вместе с сетей, потом выделяется из питательных веществ, как это белки, жиры и углеводы. Жиры совершенно неоднозначно бредны для нашего организма. Если мы говорим об иммунитете, мы должны употреблять белыми насыщенные жирные кислоты. чаще всего в растительных масла холодного отжима не появляются. Конечно, животные, жиры, масла, они вкусные, но часто мы совершаем такую ошибку, что мы часто подогреваем хорошие изначально масла, например, оливковое, и теряем это соотношение, которое должно быть 1,5, омега-3, омега-6, а появляется 1,15, например. То есть нужная пропорция этих вилоношедственных жирных теряется. Витаболизм, если бы я хотел сопроводить процесс превращения материи в другую, там бы не хватило времени. Следующий пункт это кинтез серотонина. Почему я выбрал серотонин? Серотонин называют гормоном пять. Рейтензимы, которые производят серотонин как в мозге, так и, конечно, в других элементах нашего организма, не буду в это углубляться. Мы говорим о серотонине, которая производится с помощью нейропередатчиков в мозгу и стимуляция начинается из печени. Именно из печени идет сигнал в кишечник, там появляется дофамин. Дофамин это гормон счастья. Разница состоит в том, что есть еще окситоцин. И очень важно понимать разницу. Я сегодня не планировала сказать об этом окситоцине, но важно было бы сказать. Окситоцин растет у женщин во время беременности и после родов. И женщина начинает заботиться об этом ребенке, чувствует сильную связь с этим ребенком. И очень часто в этот период мужчины и женщины не могут друг друга понять, потому что после родов происходит такой шок, гормональный хок у женщин. Мужчины ожидают, что женщины будут такие же, как до родов. Нет, не хватает информации, не могут друг друга понять, а это все перемены вызваны просто физиологией. Что происходит в этот момент? У женщин бывает проблема, травма с тем, чтобы вернуться к состоянию до родов, но организм, если очень быстро крутается, перестроится, то начинает производить организм тестостерон, адаптироваться к этому стрессу, и становится агрессивным, они этого не хотят, но так происходит. И сегодня для интегринологов это серьезная задача. И до сегодняшнего дня мы точно не знаем, что происходит с нашими гормонами, знаем, что кора надпочечника пусть так же производит. И это, конечно, более такой, не адреналин, это более легкий гормон стресса. Мы говорим о тестостероне, а тестостероне это агрессия, это действие немедленно. Но адреналин по второму уровню, он, в моем определении, он как бы поддерживает эту агрессивность, действует более, распознительно, более дымчиво. На его качество, качество его действия влияет витамин С. Переходим дальше. Витамин С защищает перед активационным стрессом. Что такое стресс? Стресс это реактивные частички кислорода. Наш организм должен иметь такой механизм, чтобы клетка, которая уже выполнила свою роль, то есть, по сути, просто постарилась, ее нужно обновить. И как это происходит? Если бы представить, что клетка имеет такую форму, то начинает она растворяться, белок с этой стороны и достраивается. Если качество или внутреннее давление растет, то старые клетки начинают в этом участвовать и процессы изменяются. Это начинает эти процессы замедляться, после 30 лет мы начинаем стареть. До 60 лет это еще как-нибудь можно жить, а потом нам нужно больше спать, больше отдыхать, сон, может регенерировать много вещей, регенерировать прежде всего наше осознанное, она сменяется, и мы более рационально подходим ко многим проблемам. И мы знаем, что нас считает от этого стресса, потому что витамин С влияет на синтез всех гормонов, которые я перечислил, а также нейропередатчиков. И витамин С инфекции. Если мы говорили плагодусицион, он появляется тогда, когда в организме нет бактерий преданутных. Я говорила об этих бактериях и продолжила эту схему. Сегодня мы узнаем уже о том, что много есть негативных штанов, но особенно я хотела сказать про протеусы и про сирусы. Протеем и миров и метаболиты, это отходы этих бактерий, они, если собираются в нашем организме, становятся фактором, который дестабилизирует возможность организма регенерации. Начинается воспалительный процесс, оксидация реактивных клеток приводит к тому, что возникает такое состояние, что мы в определенный момент не контролируем то, что происходит. В связи с этим речь не идет только о нашем мозге, только о состоянии организма в целом. до конца не разгрыз жизни в углублении. Мы еще до конца не знаем, мы ученые о тех факторах, которые угрожают нашему жизнью по плане как раз на уровне бактерий. Когда повысает количество миака в организме, то первая причина, что мы теряем срокотрочную память. Это уже первый факт, чтобы пойти к врачу и делать какие-то обследования и анализы. Второй фактор протеин вырабатывает маньяк и это влияет на нашу память. Включая телевизор, видим премьер-министра нашей страны, мы точно знаем его, только что его выбрали, давно его знаем, но совершенно не помним, как его зовут. И это еще не стартическая деменция, но это означает, что глотацион перестал работать и падает наша иммунитет, пора заняться своим здоровьем, это такой сигнал. Также витамин С помогает регенерироваться после физического усилия. Витамин С имеет инфекционное свойство, сама по себе является антиоксидантом. витамин С на 1,2,2,2,2 больше энергии, чем при нормальном дыхании вырабатывает молочная кислота. И восстанавливать мы будем просто дольше. Сейчас выяснило, что элькорнецин в организме благодаря витамину С может стимулироваться ее производство и элькорнецин начинает переносить жиры метафондрии метафондрии энергии помещая ту энергию которой нам не хватает из-за анаэробного дыхания новые вещи и появляются такие вещи которые мы можем помочь человеку в его существовании и разбойте помните о том что мы все у нас бывают поперечно полосатые и гладкие работают также постоянно 23 до сутки но особенно вечером усиливает свою функцию потому что печень должна переработать то что ранее в течение дня поступила в организм а на тот момент протеи миробилис и другие вредные бактерии начинают оставлять кинобионы то есть отравляющие нас вещества и у нас возникает дополнительная проблема которую нужно будет удалять из нас в организмах регенерация конечно понижение понижение уровня не только витамин c как антиоксиданты почему мы предлагаем чтобы мы употребляли больше фруктов и овощей в рацион это растворимая и нерастворимая клетчатка витамины элемент из которых не активируется энзима если нам около 500 и другие витамины нужны для того чтобы этот энзим начал работать потому что без этого выбора не проведет говорим об этом осознанно мы в организме органы которые могут которые растения сами для себя производят чтобы на них на растение на попадание паразиты и грибы и эти цвета растений как раз являются защитным организмами когда мы их употребляем то сами себе помогаем фармацевты об этом начали забывать и перешли на химические вещества таблетки которые конечно быстрее действуют на решение о том чтобы быстро восстанавливаться быстро бороться с проблемами но лучше это делать антиоксиданты витамин c сам по себе это уже антиоксиданты могут связывать и конечно витамин c поддерживает правильно функционирует сердце и кровеносной системы сердца это мышца поперечных волосатая мышца но есть там несколько как бы центров управления несколько желудочков как вы знаете сердце с одной стороны сжимается с другой стороны расширяется благодаря этому качает кровь по нашему организму 24 часа в сутки когда мы знаем что воротная вена выставляет перекатывает сердце в печень там происходит ощущение и потом идет в легкий и кровь переносит питательные вещества по всему организму и также переносит кислород потому что это употребляется для функционирования клеток то есть дыхание это газообмен когда мы превращаем кислород в углекислый газ и наоборот и все это влияет на функционирование наших клеток это правильно взять не только соответствует работу сердца но и то что печень контролирует уровень полистирина если сейчас мы об этом говорим и печень может выполнять свои функции то одновременно это привезет к тому что туда будет требоваться эффект как бы витамин d это более сложная реакция но представьте себе что такие бляшки которые образуются в артериях растут давление мышцы ослабляются чувствуем себя слабо и откуда могут быть закупорены настолько что произойдет вообще например инфаркт сердце есть такой внутренний как бы так моторчик центр управления который постоянно пульсирует это конечно связано с центральной нервной системой это собственно элемент центральной нервной системы этот центр управления сердцем также должен быть соответствующим образом питаться то есть витамин это влияет на коллаген и на строительные материалы нашей нашего организма это может восстановить также нервные волокна и тогда обмен информации также проходит так как должен и наконец следующая функция регулирования уровня липидов и холестерина в организме я вижу что вы здесь конечно киваете но в ваших глазах я считаю что мы выйдем за лимит времени поэтому я немножко сейчас буду говорить медленнее начал болтать уже как какая-то птичка но я просто живу этой темой и я живу этими проблемами и решениями и прежде всего все испытываю на себе вы знаете что эти определенные субтименты которые являются таким постоянными которые должны применяться постоянно я час целый год проверял на себе как они работают я знаю что многие исследователи гений можно сказать проверяли также на себе но я очень рад что могу быть полезным людям могу на себе испытывать определенные решения и надеюсь что у меня это получается я хочу вам сказать что я проверил все эти субтименты и оказывается что применение чего-то которые вещества которые являются когда там работают много многих людей потребляем в течение года я заметил что мой биологический век понизился на 10 лет то есть я добавил себе 10 лет жизни 10 лет по крайней мере биологического возраста в виде эффективности если конечно мы будем встать до самого последнего момента может быть поздно всегда нужно восполнять заранее то есть чего не хватает в нашем рационе и заботиться о веществах которые будут связывать тактические элементы наши организмы и их из организма выводить и еще одна вещь это то что витамин влияет позитивно на память и концентрацию наше самосознание управляет всеми органами если мы креативны то мы хотим воспользоваться тем теми возможностями которые дает наш организм до сих пор не было результатов исследований как именно органы производят или употребляют энергию но известно что люди которые ведут статический образ жизни сидячая работа потому что сейчас сложно читать например и ходить когда я о чем-то думаю обдумываю новые концепции то я очень часто хожу результаты исследований в Гантовском университете показали проводили на пяти тысячах людей которые работали в течение двух часов в день постоянно сидели и сравнивали что у них происходит в организме и сегодня мы можем связывать между собой факторы и видеть загрязнение организма то это было связано не только с кишечником но и с здоровой стадью которая мотивирует все организма и загрязнение было загрязнение вот такое что как будто человек закрыл пять пачек сигарет сиборги должны принимать придаем компутеры поэтому помните о том что мы нужно обязательно умеете лечить активность в течение дня 45 минут минимум я не выйду из дома если 45 минут у меня не будет 35 минут и так же вечером даже если в час ночи я должен заниматься на утро я должен быть в хорошей форме мы хотим быть утром быть сконцентрированными но не забывайте о том что это связано в том числе я благодаря повышение уровня кислорода который происходит по время физической активности а все процессы которые связаны с повышением уровня кислорода в этом случае конечно участвуют витамины а также участвуют витамины витамины и каллогенов в какой-то способ он конечно же не для нас приятный я хочу только сказать что так на правду прогина и мизина с основными аминокосами которые используют коллоген и в том что мы 29 степени говорим о коллогене то наш организм на так называемую профибринку которая есть в состоянии она не нужна и а что все вот и и вот и Продолжение следует... Если мы хотим что-то купить, все эти субплименты должны происходить из 100% чистых источников, то есть нельзя взять 15%. Наш организм был подготовлен на то, чтобы употреблять такие растения, которые растут в природе. Мы постоянно стараемся, чтобы зерна были все больше, сами плоды были все больше, это увеличивает количество углеводородов и снижается количество микроэлементов и других компонентов, которые нужны в нашем рационе. То есть мы объявляемся сахарами, а не получаем того, что может это все сбалансировать. То есть мы говорим, прежде всего, о чистых продуктах, они возможны только в так называемых диких зонах натуры, природы. Их осталось всего 32% по всем мире в таких районах, как, например, Амазония и другие плоды, которые изолированы от стивилизации. Например, полинезия, французская полинезия, это несколько сотен островов, в них есть 5 миллионов, несколько миллионов километров, и все там растет. Это действительно рай чистоты чистых растений. Там никто не живет. Растения растут действительно в этой дикой среде. Во-вторых, мы не можем применять растения, которые содержат в себе ГМО или выражены с применениями методик ГМО. Мы не знаем, что происходит в результате генетической модификации растений. Термическая обработка также уменьшает полезные функции организма. Есть методы также консервации, которые исключают антагонизм между отдельными компонентами. Если мы готовим продукт, который состоит из разных компонентов, то мы должны проверить, у кого челочная, у кого кислотная среда. Фармакофея говорит нам о том, что можно применять, но мы должны также исключить, что они друг на друга не влияют позитивно и не блокируют свою позитивную функцию. Мы стремимся к синергии. Мы исключаем антагонизмы и достигаем синергии благодаря определенным проспорциям. Это действительно очень вникливая, очень тщательная работа. Также значение имеет порядок, последовательность добавления этих компонентов. Все это имеет свою специфику. Я хочу вам сказать, что вместо температуры и химии мы применяем высокое давление, которое может достигать даже тысячи бар. Это обязательно стекло, которое не пропускает свет и гарантирует гладкость поверхности в определенной стерильной среде. И, как помните, после открытия никогда не пьем, как говорим, с горла, потому что содержатся у нас бактерии в ротовой полости и они могут, конечно, повлиять на качество продукта. Витамин С должен иметь определенные биологические фоны. Для этого нам нужны, во-первых, растения самые чистые и которые содержатся в большей качестве витамина С. Это прежде всего ягоды хаму-хаму, которые растут в Амазонии. Там собирают и употребляют потом для производства витамины С. Как известно, американские концерны уже арендовали эту территорию. Но пропорция в этих ягодах самая большая, относительно витамины С, 2800 единиц. Апсорола и шиповник имеют более низкие показатели, это же витамины С, но шиповник имеет специальное фитаминативное использование, то есть может расти даже в загрязненных зонах и благодаря симбиозу с бактериями, которые развиваются у корней этого растения, очищает все, что происходит вокруг и связывает азот и атмосферы для того, чтобы белок был чистым. Энзимы дают возможность чистых веществ и нейтрализируют химические элементы. В 2003 году в Брюсселе я получила золотой медаль за исследования, которые доказали, насколько чистую и эффективную витамин С производит шиповник. Там появляются также сыворотка, которые в случае, если вместе с пищей в наш организм попадают азотогенные вещества, они нейтрализуются. Такие растения фитаминативные, они имеют дополнительную ценность, функцию устранения вредных веществ. Я хочу также сказать, что такой продукт должен быть эффективным на 100%, потому что так создала наша природа. Леофилизация особенно для лоскопенов позволяет создать что-то, что будет компактно упаковано по 2 грамма. Это будет витамин С, чтобы получить такой же эффект. Растения, конечно, лучше всего, эти фитаминативные функции шиповника проявляются, но проростки, гречихи также могут использоваться. Также эмблика, амблика, который также дает нам дополнительные ценные микроэлементы. Если мы говорим про... Голубику или ягодник, то также содержит большое количество витамин группы В и остальных продуктов витамин С. Ягоды асаи имеют самый большой показатель ассидации. И, конечно, макберри, ягоды макберри, также противодействуют патогенам, которые... попадают в наш организм. Вишня. Вишня, мимо вкуса, имеет также сломаноиды и каротин. Если мы говорим про брокколи, то... содержат они те элементы, которые стимулируют производство глутатиона. Также чай, зеленый чай, имеет антиоксидуационные средства. Про ациролю я уже говорил. Остальное также в комментариях не нуждается, как, например, листья кучерявой капусты. Но надо помнить, что если кто-то ведет такой статический образ жизни и только время от времени занимается фитнесом, чтобы восстановить свои мышцы, то можете воспользоваться разными формами. Витамин С, и тот жидкий, и тот порошковый. Спортсмены очень радуются, что у нас есть такая форма также. В пакетиках, если мы куда-то уезжаем, удобнее с собой взять пакетики, а дома использовать в жидкой форме. Поэтому, заканчивая лекцию про витамин С, хочу вам сказать, что витамин С получается у нас из самых чистых аэнуральных продуктов, и там нет ничего, что могло бы негативно повлиять на наш организм. Если даже мы витамины смогли между собой подружить, то я желаю вам такой же мир достичь внутри семьи, чтобы уровень корсидола падал. И чтобы... Хочу вам сказать, что корсидол – это наше несчастье. Корсидол, поддерживая высокое свое уровень в организме, помнижает уровень серотонина и мешает нам в ощущении счастья, появляется депрессия. Поэтому все начинается в издеварительном тракте, и витамин С стоит на страже, и другие оксиданты, правильное функционирование всех наших органов. Но витамин С действительно можем назвать королем витаминов, но все еще много тайн в этом витамине, проводятся все новые и новые исследования, чтобы их узнать. Но пользуйтесь теми, что нам удалось уже узнать, и пользуйтесь в своем себе на плюс. Спасибо за внимание. Очень много полезной информации о витамине С и всего того, что вокруг этого можно было узнать про кишечник и про наше здоровье. Поэтому специально сегодня для вас специальное предложение, что касается витамина С, приглашаю вас всех на наш сайт www.myduolive.com, чтобы проверить, какие приятные акции мы для вас подготовили. Дорогой доктор, мы будем уже прощаться с нашими слушателями. Желаю вам хорошего вечера и спокойной ночи. И приглашаю вас на сайт www.myduolive.com. И в конце хотел только сказать, что я сейчас осознала, что поскольку паника-то жена все время на меня смотрел, и я вместо того, чтобы смотреть в камеру, смотрел все время на паника, но хотел нам пожелать, чтобы улыбка никогда не садилась с вашего лица. Если будут более трудные моменты, все равно улыбайтесь, потому что нам не хватает доброго расположения и отношений с другим людям, и хорошего настроения. Желаю вам именно этого и счастья. И счастья в жизни. Конечно, приятно, как что вы смотрели на меня, когда говорили, но прощаясь, можно посмотреть и в камеру, в наш компьютер. В конце тоже хотел сказать, я здесь выписал такие основные исследования, хотя на самом деле их примерно 70 было, публикации и результатов исследований, которые мы использовали. Здесь самое главное, чтобы выходит, что это не какое-то мое представление, но то, что мировой мир науки говорит и знает о витамине С, насколько она нам важна и полезна. Спасибо большое всем, кто с нами был, и приглашаем вас на следующее выступление из серии цикла «За дорогим доктором». Спасибо большое и доброй ночи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.